Тем временем бывшие работники совхоза Енисей до сих пор не могут получить расчет по заработной плате. Напомним, совхоз разорился. Официальная дата ликвидации предприятия 6 августа 2014 года. С тех пор люди ждут денег, чтобы хотя бы уехать домой. Все они не являются жителями ЗАТО. Здесь, в Додоново, они прожили вместе со своими семьями какое-то время. В общежитии, которое на поверку оказалось не общежитием вовсе, а неким нежилым хозяйственным зданием. Говорят, зарабатывали неплохо и надеялись, что так же будет и дальше. Однако все планы рухнули. И вот теперь им не на что жить, а скоро будет и негде. Бывших работников бывшего совхоза выкинули за борт, словно, как они себя называют, отработанный материал. И все. Ну там, кроме нас, еще две семьи. Четыре семьи, получается. Две они хотят в гараж переселить, чтобы освободить эти комнаты. В гараж? Да, там тоже, типа, общежитие у них на втором этаже в гараже. Ага. Вот они их туда переселят, две семьи. Остаемся вот я и Комарова. Их все. А нас 1 сентября свет воду отключат, и все. Как тараканы, вы мерзайте, вымирайте. Согласно закону, заработную плату сотрудникам разорившегося предприятия полагается выплачивать в первую очередь. Тем не менее, денег нет. И это несмотря на то, что весь скот давно продали. Крестьяне и рады бы, следуя посылу государственных мужей, возрождать сельское хозяйство, не покладая рук. Однако пока им приходится практиковаться в юриспруденции. Работники совхоза по совету железногорских депутатов обратились в суд. Но что-то подсказывать, ждать каких-то решений до 1 сентября не стоит. Продолжение следует...